Во французском языке есть такое слово «rentre», которое означает «начало нового сезона». И осень в России, и не только в России, на самом деле, это время начала нового книжного сезона, время максимальной концентрации самых ожидаемых книжных новинок. И сегодня я вам расскажу о тех книгах, которых я жду сама. Некоторые из них я уже прочла, потому что не утерпела и прочла в оригинале. Некоторые я ещё не читала и в самом деле очень жду. Возможно, какие-то из этих книг вы захотите включить в собственный лист ожидания и обратите на них особое внимание в тот момент, когда они, наконец, появятся. А все они должны появиться в течение ноября и, может быть, первой половины декабря. Первая и, наверное, самая долгожданная книга для меня лично – это новый роман Евгения Водолазкина, который называется «Оправдание острова». Евгений Водолазкин – один из тех авторов, который, написав один по-настоящему выдающийся роман, несмотря на то, что следующие романы, возможно, оказались несколько хуже, продолжают оставаться в фокусе читательского внимания. Мы все так полюбили «Лавра», о котором я, в частности, упоминала в прошлом выпуске рубрики «Юзефович рекомендует», что мы будем читать всё написанное после «Лавра», каким бы оно ни было. У Лермонтова есть чудесная строчка, очень её люблю, всегда цитирую в таких случаях. «Не кончив молитвы, на зов я отвечу и брошусь из битвы ему и навстречу». Вот примерно такова моя реакция на всё, что пишет Евгений Водолазкин. Роман «Оправдание острова» уже самим своим названием намекает на связь с романом Мишеля Ольбека «Возможность острова», ну и вообще островная тема, одна из магистральных тем для литературы разных эпох. У Олдоса Хаксли есть роман об острове, и я думаю, что каждый из нас может вспомнить ещё десяток книг, в которых островная природа важна. Судя по тому, что мне удалось узнать об этом романе, это некоторый вариант альтернативной истории. Это книга, лежащая где-то на стыке философской притчи и фантастики, нечто совершенно новое для Водолазкина. Водолазкин вообще интересен в частности тем, что он никогда не делает одно и то же два раза. И в этот раз он снова сделал что-то новое, что-то другое, что-то такое, чего мы от него не ждали. Это очевидным образом ещё один не лавр, но это никоим образом не снижает градус моего нетерпения. Так что если вы, так же как и я, беззащитны перед всем, что пишет Евгений Водолазкин, и обречены читать любой его новый роман, то присоединяйтесь, будем ждать вместе. Евгений Водолазкин «Оправдание острова» должно выйти в редакции Елены Шубиной где-то в ноябре. Следующая книга, которую я тоже очень жду, имеет ужасно интересную и довольно необычную историю. Это роман Арсена Ревазова, который называется «Одиночество 12». Необычность истории состоит в том, что это, по сути дела, переиздание. В бесконечно сейчас уже далёком 2004-2005 годах этот роман уже выходил и стал по-настоящему огромным бестселлером. Было распродано более 100 тысяч экземпляров, что для России, конечно, очень много. Это удивительный конспирологический триллер, такой наш российский Дэн Браун, но только с гораздо большим количеством стёба, юмора, иронии, двойного, тройного, пятерного дна, культурных аллюзий и всего такого. За прошедшие 15 лет автор переписал роман почти до неузнаваемости и, более того, пообещал утешить тех читателей, которых тогда фрустрировала, разочаровала и огорчила открытая концовка. Она была совсем открытая, мы так ничего и не узнавали о том, что же случилось с героями, справились ли они с какой-то мировой напастью или нет. Словом, это возвращение, но возвращение сильно обновлённое и уже в качестве первой части заявленной трилогии. Так что я с нетерпением жду возможности узнать, что же Арсен Ревазов сделал с книгой, которую я так любила 15 лет назад. Мне страшно интересно посмотреть, как она впишется в реалии сегодняшней жизни, не окажется ли она устаревшей, или, может быть, наоборот, в ней откроются какие-то новые уровни смысла. Словом, очень жду. Следующая книга – это книга, к выходу которой я счастливым образом имею некоторые отношения и поэтому жду её с особым нетерпением. Это книга замечательной писательницы Кармен Мари Мачадо, которая называется «Её тело и другие». Полтора года назад, или уже два, я составляла летний литературный номер журнала «Эсквайр». И мне было предложено, помимо российских авторов, включить туда несколько рассказов авторов зарубежных. И я, конечно же, с восторгом сказала, что «О, давайте скорее издадим рассказ Кармен Мари Мачадо». Со мной радостно согласились, однако же следующий этап был трагическим. Мы уже, по-моему, приобрели авторские права на этот рассказ, и тут его прочитали в редакции «Эсквайра» и сказали, «Ой, нет, ребята, у нас журнал 16+, это мы печатать не можем». Надо сказать, что Кармен Мари Мачадо действительно пишет очень жёсткие тексты. Но жёсткие не в смысле того, что это порнография и насилие, а исключительно в том смысле, что эти тексты очень болезненные, они все построены на триггерах. Вот, собственно, позволю себе пересказать один рассказ из её сборника. Женщина выходит замуж, проживает счастливую, вполне семейную жизнь, у неё рождаются дети, она, в общем, живёт обычную нормальную жизнь. На шее у неё ленточка, которую она никогда не позволяет развязывать. И муж, естественно, на протяжении всего брака стремится к тому, чтобы эту ленточку развязать. И вот уже в самом конце жизни героиня таки позволяет мужу реализовать своё намерение. Муж развязывает ленточку, и оказывается, что у героини немедленно отваливается голова, потому что ленточка эту самую голову фиксировала. Мы можем прочесть это как рассказ, как хоррор, как притчу, но на самом деле, конечно же, это в первую очередь рассказ о индивидуальных женских границах, о том, где проходит та часть, о том, где проходит та линия, за которой женщина может сохранять свои тайны, свои секреты, вообще что-то своё, и не делиться этим даже с самыми близкими людьми. Все рассказы Кармы Марии Мачадо устроены схожим образом. Это всегда очень шокирующее, очень болезненное, очень необычное высказывание, которое одновременно является и крайне актуальным, и в то же время абсолютно универсальным и при этом захватывающим для читателя. Мне кажется, это один из самых ярких вообще сборников малой прозы, которые мы с вами увидим в ближайшие месяцы. И я очень счастлива, что издательство «Миф» согласилось издавать эту книгу, что тот рассказ, который мы перевели для журнала «Эсквайр» и не сумели включить наш литературный номер, что он всё-таки выйдет, дойдёт до своего читателя, и при этом не один, а со всеми остальными рассказами. Так что очень жду и вам советую. Ещё один роман, который наконец доберётся до российского читателя, который вообще относится к категории моих любимых романов, это роман Антони Байет «Дева в саду». Думаю, что многие из вас, особенно те, кто не первый день со мной знакомы, например, слушает наш с Анастасией Завозовой подкаст «Книжный базар», все вы знаете, что Антони Байет – это такой специальный автор для читателя-филолога, что это текст, в котором будет много, густо, красиво литературы, культуры, изысканности, немного викторианства и всего прочего. Подобная репутация Антони Байет отчасти оправдана, но только отчасти. Антони Байет относится к категории тех авторов, про которых наша недавняя гость Аяна Вагнер говорит, что это те писатели, которые хотят сделать читателю интересно. И поэтому, несмотря на то, что да, действительно, это очень изысканное, изобилующее множеством культурных аллюзий, параллелей чтение, это ещё и очень увлекательная книга. «Дева в саду» рассказывает историю, разворачивающуюся в Англии в 1953 году на фоне коронации Елизаветы II и косвенным образом отсылает читателя к эпохе Елизаветы I, то есть это такой роман на стыке эпох двух Елизавет. Очень его люблю, очень рада, что наконец смогу прочитать его на русском. На английском это чтение довольно, я бы сказала, утомительное, в силу того, что Байет пишет очень красивым, очень сложным, насыщенным языком. И хорошая новость для всех, кто, как и я, страшно любит Антонио Байет, состоит в том, что этот роман – первая часть в тетралогии «Квартета», и издательство «Азбука» планирует выпустить все четыре части в течение следующих полутора лет. Ну и, наконец, последний роман, который, как мне кажется, создан для читательской радости – это роман моего любимого писателя Ричарда Руссо, который называется «Непосредственный человек». На русском не так давно выходил еще более, ну, по крайней мере, не менее прекрасный роман Ричарда Руссо, который называется «Empire Falls». И я думаю, что среди моих зрителей наверняка найдутся поклонники этого романа. «Непосредственный человек» – это образцовый университетский роман. В российской литературе университетских романов практически нет. По очень простой причине у нас университеты, как правило, находятся в городах, у них нет обособленного кампуса и, соответственно, нет такой отдельной обособленной жизни. Университеты в России очень встроены в городскую среду. В Америке история совершенно другая, и Ричард Руссо рассказывает историю кафедры английского языка и литературы во всем богатстве ее интриг, влюбленностей, дружб, вражды и прочих человеческих отношений, неизбежно возникающих там, где работа – это не просто работа, но еще и объект горячей внутренней привязанности. Мне кажется, это прекрасный роман, с которым многие из вас наверняка захотят провести новогодние праздники, но это не значит, что нужно его обязательно беречь до этого момента. Так что не пропустите «Ричард Руссо. Непосредственный человек». Спасибо вам большое, будем ждать хороших книг вместе. До встречи!